Девушки отдыхают Добрый вечер, уважаемые телезрители и жители города. В эфире «Энергия. Удачи». И мы с удовольствием приветствуем вас. Лето продолжается и на календаре уже 5 июля, дорогие друзья. И в прямом эфире для вас игровое шоу для всей семьи «Энергия. Удачи». 19.20 в городе Октобе и мы начинаем. «Энергия. Удачи» на Рига ТВ. Моей сегодняшней соведущей будет очаровательная девушка. Это менеджер торгового дома «Энергия». Ее зовут Кристина. Прошу любить и жаловать. Кристина, как настроение? Замечательно. Как проводишь лето? Делись. Замечательно. Скоро отпуск. И это радует. Да, отпуски сейчас начались и многие загорают как на пределах города, так и за его пределами. Под аплодисменты. Мы приветствуем в нашей студии участников, которые сегодня будут стремиться, как и вы, зрители, выиграть наш главный приз. Это 10 тысяч тенге. Знакомимся с первым участником. Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Каламат. Очень приятно. Скажите, как проводите лето? Чем занимаетесь? Не знаю. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, плаваете на речке, встречаетесь с друзьями, в футбол играете? Да. А какой ваш любимый вид спорта? Футбол в вратах. То есть стоите на воротах, да? Хорошо. Знакомимся с вами. Меня зовут Карина. Я учусь в 32-й гимназии и увлекаюсь театром. Отлично. Меня зовут Дарья. Я учусь в 32-й школе. Хорошо. Дарья, в каком классе учитесь? Я в 10-м. В 11-й перехожу. В 11-й. Уже перешли? Да. Уже перешли, потому что 5-е июля. Скажите, какую музыку вы предпочитаете слушать, ребят? А тут тишина. Поп-поп. Поп-музыка ваш любимый исполнитель или исполнительница? Шакира. Шакира. Хорошо. Я меломан. Я слушаю все подряд. Слушайте все. Ну, что-то, Дарья, вы так скромненько, тихо говорите. Давайте покромче. Еще раз поаплодируем друг другу, потому что мы начинаем наше игровое шоу. Друзья, напомню, что на календаре 5-е июля. Что-то моя соведущая сегодня стоит и улыбается. Видно, уже очень-очень хочет отпуск. Ну что ж, давайте посмотрим темы нашего эфира и узнаем о правилах игры. Внимание на экран. Сейчас появляются темы. У нас сегодня спорт, информатика, страны мира, лето, музыка вокруг нас и встречают по одежке. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Тот участник или участница, который набрал наибольшее количество правильных ответов, мы ему предлагаем принять участие в супер-игре, где главный приз – это 10 тысяч тенге. Вы можете отказаться от супер-игры и забрать те деньги, которые заработали. Но имейте в виду, отвечать может тот, кто нажимает на кнопочку. Давайте проверим. Раз, два, три, кто быстрее? Первая была Карина. И вот, в принципе, образ. И так мы будем в течение всего эфира отвечать. Если вы не можете ответить на заданный вопрос по выбранной теме, то в игру вступают наши телезрители, которые тоже могут выиграть главный приз – это 10 тысяч тенге. Записывайтесь, дорогие наши телезрители. Это сейчас мы обращаемся к вам. Оставляйте свои номера, звоните по номеру 21-30-39 в будние дни с 9 утра до 6 часов вечера. И, конечно, оставляйте свой телефон, ну а мы вам позвоним сами. Ну что ж, готовы? Итак, Галамат, выбирайте тему, которая вам близка сегодня. Вы открываете наш эфир. Страны мира. Страны мира. Внимательно слушайте. В этой стране протекает река Рейн. Что это за страна? Что это за страна? В этой стране протекает река Рейн. Германия. Молодец. Первый был у нас... Галамат. Галамат. И вы можете дальше выбирать тему. Спорт. Спорт. Сколько лет должно пройти от одной зимней олимпиады до другой? Четыре. Четыре. Правильно, Галамат. Молодец. Четыре года. Выбирай. Так. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Здесь вам надо угадать исполнителя, либо название песни. Слушаем композицию в эфире «Энергия удачи». Привет. Пожалуйста, первая была Дарья. Псай. Ну, погромче, пожел. Псай. Псай. Солнышко, видно, ее пригрело. И она говорит, что Псай. Да, это же все-таки крова шоу. Поэтому здесь мы можем все что угодно делать. Танцевать. Музыку в студию – это действительно Псай. Танцуют все. Танцуют под Псая. Давайте, 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 Карина, Карина, все, Карина устала. Молодцы, ребят, хорошо. Движемся далее. Дарья, ваш выбор? Страны мира. Страны мира. Символом этой страны являются ветреные мельницы. Так, это у нас вопрос такой. Символом этой страны являются ветреные мельницы. Ветреные мельницы. Итак, есть варианты? О, это можно даже две страны назвать. Да, вопрос не из легких, но на него нужен ответ, друзья. Вас трое. Пока у нас зарабатывают деньги только Галамат и Дарья. Итак, символом этой страны являются ветреные мельницы. Что же это за две страны? Это на букву Н одна страна называется, а другая на букву Г. Да? Да. Ну-ка, есть варианты? Галамат, Карина, Дарья. Три, два. Армения. Нет, не Армения. Нигерия. Нет, не Нигерия. Норвегия. Норвегия. Нет, не Норвегия. Итак, сейчас мы связываемся с телезрителем и его приветствуем в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Артем. Артем, очень приятно. Артем, так скажите нам, пожалуйста, символом этой страны является ветреные мельницы. Что же это за страны или одну страну можете назвать? Нидерланды, кажется, одна из них. Нидерланды, молодец. Хорошо, защита. Скажите, пожалуйста, Артем, чем вы сейчас занимаетесь? Я сейчас до данного времени, чем сегодня отдыхаю. Отдыхаете сегодня? Да. Здорово. Вы желаете вам хорошего отдыха? Не кладите трубочку, потому что далее, если наши участники будут делать ошибки, то вы тоже можете выиграть 10 тысяч тенге. Либо тройка, которая находится в студии, либо один человек, который к нам звонит и отвечает правильно на вопрос. Уважаемые телезрители, просьба не пользоваться социальными сетями, потому что у наших участников нет ни телефонов, никаких подсказок, кроме нас с Кристиной. Итак, Карина, ваш ход. Выбирайте тему из имеющихся. Спорт. Спорт. В каком месте футбольного поля стоит голкипер? В воротах. На воротах, первый ответил голомат. Это действительно правильно? Страны мира. Страны мира. Итак, название самого известного колокола в мире, хотя многие ошибочно считают, что это название башни, она находится в Лондоне. Англия? Еще раз. Биг Бен? Биг Бен, молодец, да. Биг Бен в Лондоне. Отлично. Спорт. Спорт. Как называется конец дистанции? Конец дистанции. И он достиг в этом слове... Финиш. Финиш, молодец, да. Итак. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Звучит композиция. Угадываем. Эта группа, так скажу, из двух братьев состоит. Фамилия Крестовский. Уже все подсказала. По голосу можно узнать. Да, 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 да. Есть варианты. Карина, Дарья. Коломат. Есть варианты. Три, два, один. Артем. Братья Грим? Нет, не братья Грим. Они сами называют свою группу. Да, 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 да. Это правильно. Но не братья Грим. Крадус. Еще раз. Градус. Не градус. Надо обязательно, Дарья, нажимать на кнопочку. И вновь обращаемся к Артему. Артем, знаете, что за группа? Подсказок было много. По-моему, вам даже не стоит обращаться к Гуглу. Конечно, конечно. Это же Ума Турман. Ума Турман. Итак, вы молодец. Вы правильно ответили на два вопроса. И переход коду у нас к Дарье. Дарья, выбирай с тему. Да, страны мира. Страны мира. Итак, вопрос. Рулет с яблоками, штрудель. Кулинарный символ этой страны. В Франции. Нет. Швейцария. Не Швейцария, нет. Все, ребят, вы неправильно ответили на вопрос. И мы обращаемся вновь к телезрителю нашему. Простите. Артем. Артем. Да. Рулет с яблоками, штрудель. Кулинарный символ этой страны. Что же это? Что же это за страна? Это... Австрия. Может быть, не Австрия? Ну, может быть... Не знаю даже. Если честно, так, на скидку. Ну что ж, если Кристина скажет, что это Австрия, то ответ засчитываем. Совершенно верно. Это Австрия. Аплодисменты нашему телезрителю. Он отвечает правильно на три вопроса. Карина, вы у нас сегодня почему-то не ответили правильно ни на один вопрос. Давайте догоняйтесь скорее Галамата и Дарью. Итак, Галамат, какой ход? Выбирай тему. Лето. Лето. Лето как лето. Кто это? На цветке цветок пьет цветочный сок. Бабочка. Первая была Карина и это бабочка. И она зарабатывает свой первый денежный приз. Давайте ей поаплодируем. Бабочка. Выбирайте, Карин. Страны мира. Страны мира. А вот Карина все-таки хочет тяжелый. Собор Нотр-Дам строился 200 лет. Среди готических храмов этот собор выделяется строгим величием своего облика. В какой стране он находится? Франция. Франция. Правильно. Наверное. Собор Нотр-Дам-де-Мари. Выбирайте. Лето. Лето. Лето так лето. Кристина. Как называется слабый дождь, при котором на небе нет тучи и часто светит солнце, после которого начинают расти грибы? Само за себя. Очень легкий ответ. Ребята, вы что? Теплый летний дождь. Как называется? Теплый летний дождь, при котором на небе нет тучи и часто светит солнце, после которого начинают расти грибы. Называется он? Три, два, один. Артем, обращаемся к вам. От слова гриб. Грибной. Грибной дождь. Аплодисменты. Итак, у Артема уже четыре правильных ответа. Обязательно следите за этим, чтобы никто не ошибался. Карина, выбирайте тема. А, вы у нас только что, да, выбирали? Правильно? Тогда Дарья выбирайте. Лето. Лето. Итак, что, согласно пословице, лучше готовить летом, если телегу лучше готовить зимой? Три, два, один. Обращаемся к телезрителю. Итак, скажите нам, пожалуйста, что, согласно пословице, лучше готовить летом, если телегу лучше готовить зимой? Конечно же, сани готовить зимой. Совершенно верно. Браво. Итак, Галамат, ваш ход. Спорт. Спорт. Итак, какие три слова составляют девиз Олимпиады? Подумай. Самый легкий вопрос по этой теме. Какие три слова составляют девиз Олимпиады? Три, два, один. Ужас, ребята, ну вы что? Итак, скажите нам, пожалуйста, Артем, это, по-моему, знает трехлетний ребенок, честное слово. Всегда смотрели Олимпиадские игры. Быстрее, выше, сильнее. Совершенно верно. Быстрее, выше, сильнее. Браво. Карина, ваш ход. Страны мира. Страны мира. Итак, вопрос. Эта страна знаменита своими надежными банками и вкусным сыром. Да, вы уже говорили сегодня. В танце? Нет. Швейцария. Швейцария. Первая была Дарья, и это действительно Швейцария. Ну что ж, дорогие друзья, время летит незаметно. У нас впереди еще розыгрыш среди покупателей торгового дома «Энергия». И главный розыгрыш – 10 тысяч тенге. Как ты думаешь, кто выиграет? Думаю, телезритель. Да, я думаю, кто-то из участников. Но не будем думать. Лучше проверим через несколько секунд в программе «Энергия. Удач». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире «Энергия. Удачи». Итак, мы подвели итоги. Наш телезритель Артем зарабатывает пока 2 тысячи тенге, но, возможно, он выиграет 10 тысяч тенге. А наши участники в студии – это Галамат Карина и Дарья. Вот итоги. Галамат зарабатывает у нас 2,5 тысячи тенге. Карина зарабатывает 500 тенге. И Дарья зарабатывает 1,5 тысячи тенге. Вот такие результаты. Но по правилам нашей игры лидирует Галамат. То есть у нас есть Артем, который получает 2 тысячи тенге. У нас есть Карина, которая зарабатывает 500 тенге. И есть и Дарья, которая зарабатывает 1,5 тысячи. В итоге Галамат у нас зарабатывает больше всех. И мы предлагаем Галамат сумму 2,5 тысячи увеличить до 10. Но имею в виду, если ты отвечаешь неправильно на вопрос супер-игры, «Вся сумма сгорает, и из нашей студии ты выходишь без ничего». То есть ты ничего не получаешь. Ни денег, а получаешь удовольствие, что ты здесь был. Играем? Играем. То есть ты рискуешь? Да. Скажи, я рискую? Я рискую. Хорошо. Итак, мы просим Артема выбрать тему для нашего участника в студии Галамата. Только из 6 тем выберите одну. Артем. Страны мира. Страны мира. Нет вопроса. Эта тема, к сожалению, у нас закрыта. Мы не доследили. Спорт, информатика, лето, музыкальный вопрос. Встречают по одежке. Встречают по одежке. Встречают по одежке. Итак, вопрос супер-игры. Кринолин. Это название юбки или корсета? У вас ровно одна минута. Подумайте. Время пошло. Додумайте. Кринолин. Кристина, я даже такого слова не знал. Первый раз. Аналогично. Как и ты сегодня увидел сценарий. Итак, что же такое кринолин? Это название юбки или корсета? Правильно я хоть название прочью? Конечно. Да? Вам, девушкам, виднее. Это юбка или корсета? Вот даже два варианта вам предложили. Если вы сейчас неверно ответите, а правильно ответит Артем, 10 тысяч достанут своему. Если вы ответите правильно, 10 тысяч тенге ваши. Итак, что же это такое? Название юбки или корсета? Юбки. Название юбки. Молодец. Да, вы сегодня получаете 10 тысяч тенге от нашего генерального партнера Торгового Дома Энергия. Ну, а мы благодарим Карину и Дарью за то, что пришли в нашу студию. Куда потратить эти деньги? Карина купит пороженое, а Дарья? Тоже. Тоже купит пороженое. Ну, а куда потратит наш победитель Галамат свои 10 тысяч тенге, мы у него спросим совсем скоро, потому что именно он еще определит одного счастливчика среди покупателей Торгового Дома Энергия уходящей недели. Кстати, дорогие друзья, если ваш купон не выиграл, обязательно уточните на кассе в Торговом Доме Энергия по адресу Проспект Санкибай-Батыра, 72. Вам подскажут, выиграли ли вы или нет. Ну, а мы продолжаем 5 июля на календаре, и это игровое шоу Энергия. Удачи! Музыка. 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 Энергия удачи на Рико ТВ. И мы продолжаем, приобретая товар в Торговом Доме Энергия, простите, вы становитесь обладателем лотереи. Ну, а мы подводим итоги каждое воскресенье в нашем эфире. И сейчас наш сегодняшний победитель, Галамат, вытянет один купончик из нашего шара, который также находится у кассы в Торговом Доме Энергии. Подожди, подожди, я хотел тебя спросить, куда потрачешь 10 тысяч? Кажется, буду гулять. Будет гулять. Хорошо, вытягивай, он, кстати, неразговорчивый, но очень серьезный парень. Итак, кто же на этой неделе у нас получает дополнительно подарок? Это покупатели только принимают участие, и им становится человек с номером купона. Диктуй. 02-14-62. 02-14-62. Давай всем покажем. Вот именно этот человек с этим купоном выигрывает, дорогие друзья, приз от Торгового Дома Энергия. Ну что ж, благодарю всех за внимание, благодарю Кристину, которая со мной сегодня провела эфир. Благодарю, Галамат, тебя за то, что пришел с девушками, но показал свои знания, и это сделал достойным. Встретимся ровно через одну неделю в следующее воскресенье в июле на телеканале Рико ТВ. Берегите себя, и всех вам благ и отличного лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok